Губернатор Алексей Русских посетил Центр профессиональной патологии в Ульяновске и осмотрел результат масштабных ремонтных работ. В учреждении поэтапно обновляется материально-техническая база. Совершенствуются условия пребывания для пациентов. За последние годы приобретено 115 единиц оборудования на сумму более 35 миллионов рублей. Закупленный цифровой рентген-аппарат, маммограф, аппарат УЗИ экспертного класса, приобретено оборудование для водолечения. Фархад Сафин много лет работал на цементном заводе и заболел в 2003 году. Теперь мужчина ежегодно проходит курс реабилитации в Центре профпатологии. Он доволен отношением персонала и результатом лечения. Сегодня в Центре смогут пройти диспансеризацию пациента, переболевший COVID-19 из наиболее загруженных поликлиник. Пока это пилотный проект, но если практика окажется эффективной, она будет реализована и в 2022 году. Первичное извинное здравоохранение в настоящее время задействовано с оказанием помощи COVID-19. Планную медицинскую помощь, поэтому некоторый объем планируем переместить сюда. Рассчитываем, что это будет качественно, что это будет удобно, что это будет эффективно для пациентов. Ситуацию с COVID-19 обсудили в этот день на часе здравоохранения в правительстве Ульяновской области. Ситуация у нас с коронавирусом по-прежнему остается напряженной, сложной. Мы должны быть убедительными. Все вопросы держать постоянно на шестом контроле. По состоянию на 10 ноября в мире зарегистрировано более 250 миллионов подтвержденных случаев коронавируса. В России заболеваемость регистрируется во всех 85 регионах. И количество заболевших приближается к 9 миллионам. На территории Ульяновской области сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Максимальное количество случаев, зарегистрированных за сутки, это 605, пришлось на 30 октября текущего года. За прошедшую 44 неделю 2021 года регистрируется крайне незначительное снижение заболеваемости COVID-19. Рост приостановился. По уровню заболеваемости Ульяновская область занимает 16 место среди субъектов Российской Федерации. С начала пандемии заболело 101 805 человек. В общей сложности, с учетом демитрового градуса, 112 987 человек. Если говорить о возрастах, в первую очередь, мы берем общую информацию с начала пандемии. На первом месте у нас категория от 30 до 49 лет, которая составляет 29,7%. На втором месте у нас находятся лица от 50 до 64 лет, которые составляют 28,4%. И на третьем месте у нас находятся лица 65 лет и старше, которые составляют 22%. Глава региона призвал жителей ответственно относиться к своему здоровью, прививаться от коронавирусной инфекции и не нарушать закон. Всем жителям Ульяновской области и в целом страны не нужно обманывать прежде всего самого себя. Покупая поддельные сертификаты, вы подвергаете опасности жизни себя, своих близких. Уверяю вас, что все эти случаи, они будут раскрыты и выявлены. И хочу напомнить, что уголовная ответственность, она предусмотрена не только в отношении тех, кто их продает, но и тех, кто их покупает. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе находится на контроле губернатора, а также Министерства здравоохранения Ульяновской области.